Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у меня в клинике сейчас идет ремонт, поэтому такой вот закадровый голос сегодня будет для вас. И посмотрите, напишите мне в комментариях, как вам такой формат нашего общения. Я думаю, что, возможно, вам понравится, и мы продолжим в неком стиле с вами общаться. Сегодня хотелось бы поговорить вот о чем, что нередко в нашем техногенном обществе мы сталкиваемся, казалось бы, с обыденными проблемами. Что может выражаться в плохом настроении, нарушении сна, неправильном питании, в свою очередь, приводить к далеко идущим последствиям, о которых мы сегодня и поговорим. Так вот, издалека я начал, подвожу я вам к поликистозу, акна и психологическим расстройствам у женщин. Акна, дорогие друзья, это полиморфонное мультифакторное заболевание волосяных волликулов и сальных желез, возникающее в результате гиперпродукции кожного сала. То есть, по-другому говоря, наша кожа выделяет больше сала, больше жира, больше воспаления, и как следствие у нас наступает дисбаланс липидов, нарушение регуляции гормонов. То есть, наши гормоны влияют на выделение наших липидов, ну вот условно так называемое наше сало. Одной из причин вот этого нашего сала может быть синдром поликистоза яичников, при котором происходит повышение андрогенов плюс повышение выработки гормона инсулина. Инсулин повышает выработку альфа-редуктазы. Альфа-редуктаза, в свою очередь, пилит, соответственно, тестостерон на дегидротестостерон и начинает свою андрогенную активность. Андрогенная активность проявляется, соответственно, у нас в том, что запускается, во-первых, повышенная активность сальных желез, во-вторых, это может быть гирсутизм у женщин, и в-третьих, это, конечно же, психоэмоциональная активность. Если у мужчин это чистая агрессия, то у женщин там могут быть перепады различные настроения, в зависимости от всплесков и дегидростерона, хотя он все-таки плюс-минус ровный. Ну и, конечно же, в зависимости от его количества. Чем его больше, тем больше может быть и агрессии, и тревоги, и каких-то перепадов настроения. В принципе, люди, точнее, соответственно, как бы люди женского пола, наши любимые женщины, реагируют на повышение дегидротестостерона, соответственно, по-разному. И реакции на этот гормон будут несколько разные, но всегда он будет приводить к эмоциональной нестабильности. Ну, если смотреть на длительное время, под которым находится женщина, да, под воздействием дегидротестостерона, конечно, можно говорить о том, что у нее могут появляться различные расстройства личности. И вот на ПапМеди я как-то давно находил подобную статью, где дегидротестостерон ассоциировался конкретно с биполярным расстройством. Однако нельзя, на мой взгляд, исключать и другие расстройства личности. Также хотелось бы напомнить, что причинами поликистоза являются инфекционные заболевания. Поэтому при наличии данного заболевания следует сразу же сдавать анализ ХМС по Осипову, который показывает патогенную микробиоту и нормобиоту, что позволит в будущем предотвратить синдром избыточного бактериального роста и избежать развития выше указанных осложнений. При наличии такового заболевания, как поликистоз, диабет или даже преддиабет, необходимо, конечно же, наблюдаться у врача-эндокринолога. И не просто наблюдаться, дорогие друзья, а соблюдать все рекомендации, которые вам выписывает ваш лечащий врач. Но это может быть правильное питание, препараты, БАДы, а также дозированные физические нагрузки. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, замечали ли вы при поликистозе изменение вашего психического состояния, изменение кожных покровов. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok